ежегодно показываю отличные урожай кизила при правильном уходе об этом уходе чуть ниже засыпает он урожаем в прямом и переносном смысле что делать ну не закапывать землю как советуют ютубоводы не будем это делать не надо примеру кизил солить можно бочками бочковым же посолом как огурцы конечно никакие огурцы и помидоры как говорится и рядом не лежали по пользу с кизилом очень полезен и легок в изготовлении кизил сушен есть видео кизил и закуска и лекарства показана сушка кизила очень простая и легкая технология и вот что можно сделать с этим сушеным кизилом супер рецепт столовая ложка с горкой сушеного кизила на пол литра кипятка крутого настоять 15-20 минут не более или горсть кизила сушеного добавлять в компот можно ежедневно употреблять надежная защита организма от раковых клеток особенно молочной железы простаты и кишечника очищает зубы укрепляет десны этот напиток богов очень полезен детям формируя у них крепкую костную систему а для взрослых при регулярном употреблении отвар кизила помогает похудеть убирает ожирение снижает холестерин укрепляет иммунную систему выводит токсины из организма которые накапливаются от фастфуда водки и сигарет ягоды богатые антиоксидантами поддерживает отвар кизила здоровье сердца и сосудистой системы убирает риск сердечных приступов а вот кашица из ягод кизила заживляет наружные ранки бросаю клич кизил в каждый дом на каждую садьбу два-три деревца и засушите летом пару-тройку ведер на всякий случай после всяческих катаклизмов исчезает из свободной торговли и еда и медикаменты а у вас компот круглый год вкусный полезный лечебный зацветают холмы опять весна на белом свете после ветреной зимы после вьюги хочу поговорить об обрезке и формировке вообще и кизила в частности отсутствие обрезки укорачивания которая в эпоху потепления крайне вредна приводит к обильным урожаям которые в наше непростое время очень нужны надеяться надо только на себя не устою повторять необходимо прекратить безумие называемая обрезкой укорачивания сами себе отрезайте урожай особенно это касается яблони груши в первый годы жизни сформировали молодое деревце любой формировкой какая вам нравится их несколько десятков если не сотен и больше секатором не не когда нет обрезки скелетные ветви отрастая под весом урожая выполаживаются а затем приобретают отрицательный угол наклона становится плакучими вот здесь еще нет но со временем это всего лишь четыре года посмотрите усыпан весь урожаем в прошлом году был показывал я а затем уже по мере взросления начнут они выполаживаться и все это работает на урожай плакучие кровно и формировка чашей особенно на груши и кизеле есть на моем канале более десятка видео на эту тему ничего проще формировки чаши вот тут у меня осталась верхушка сейчас я продемонстрирую вот она вот она эта верхушка вот и она была здесь вот здесь она была легким движением руки она отрезается и выброс но оставил специально для съемки ну и затем можно на одну треть на одну четверть когда еще дерево не плотносят произвести укорачивание это в первые годы жизни и все на этом обрезка на многие годы прекращается когда никогда санитарная вырезка сухих веток а с возрастом это вот видно наглядно снизу начинает отрастать новые яруса вот эти отсчет будем вести сверху вот первый ярус заложился а с годами снизу начинает отрастать новые яруса перехватывая полезные вещества и все это в конечном счете работает на урожай у других пород деревьев есть тонкости обрезки много я об этом говорю ответе классическая чаша и вот снизу начинает уже отрастать яруса ну и так бегло например много раз говорил что персики виноград это теплолюбивые культуры требует ежегодной обрезки максимально поздней персик в конце цветения даже когда уже завязи есть а виноград на беседке это самая перспективная урожайная форма не надо бояться подбирайте морозоустойчивые сорта так вот на беседке как появится это первые листочки и коротко резать его на сучок есть видео тоже на эту тему всегда будете с урожаем абрикос сливу черешню вишню только летом вместе со съемом урожая всем хорошего смотрите полезное видео